Вполне возможно, что этот фрукт входит в ежедневный рацион вашего питания, и вы чаще всего его покупаете для ваших детей. Бананы – это один из самых потребляемых фруктов в Европе. Но знаете ли вы, как они растут? Находясь на острове Тенерифе, я имела уникальную возможность побывать на экологической банановой ферме и с первых уст узнать все любопытные факты о том, как растет этот популярный во всем мире фрукт. Мигель, владелец банановой плантации, любезно согласился ответить на все мои вопросы. Итак, самое главное. Большинство бананов, которые продаются в Европе, привозятся из Латинской Америки. Но в Испании всегда можно купить бананы с Канарских островов. Кстати, Канарские острова находятся в Атлантическом океане, недалеко от Африки, и принадлежат Испании. Здесь производят около 400 тысяч тонн бананов в год. Представьте, больше 1 миллиона бананов в день поступает на рынок. О том, чем отличаются бананы с Канарских островов и из Латинской Америки, в следующем видео не пропустите. Бананы не выживают при температуре меньше 13 градусов. Они либо погибают, либо не производят плоды. Поэтому они всегда растут в очень теплых странах. Бананы – это травянистые растения. Ни в коем случае ни дерево, ни пальма. Живет такое растение только один год. После того, как собираются все бананы, оно умирает. Для жизни ему необходимы солнце, вода и питательные вещества. Бананы растут семьями. Для размножения им не нужно упыление. Вот здесь, смотрите, растут рядом бабушка, мама и дочка. Мигель сказал мне, что все растения женского рода. Бабушка дала урожай в прошлом году, мама даст в этом, а дочка в следующем. Таких дочек может быть много, до 36, но оставляют только одну. Остальные вырезают, потому что каждой семье нужно пространство 6 квадратных метров. Так как это травянистое растение, то состоит оно только из листьев. И таких листьев всегда 36, ни больше, ни меньше. Под номером 37 появляется вот такое соцветие. И именно в нем находятся бананы. Происходит это через 9 месяцев после того, как родилась дочка. В каждом таком соцветии может быть около 150 бананов. Постепенно листья соцветия раскрываются, засыхают и опадают, обнажая новый слой бананов. Для созревания им необходимо еще 4-6 месяцев, в зависимости от температуры воздуха. Так, летом они созревают быстрее, за 4 месяца, а зимой за 6. Поэтому, несмотря на то, что бананы производят круглый год, производители стараются, чтобы сезон созревания выпал на июнь-сентябрь. И тогда бананы можно будет собирать в октябре, ноябре, декабре. Время самого большого употребления бананов в Испании, когда дети ходят в школу и также в преддверии праздников. Все бананы, когда рождаются, смотрят вниз, на землю. Но по мере созревания поворачиваются, поворачиваются, и в конце концов смотрят наверх. Чем ниже в соцветии находятся бананы, тем они меньше. Вот здесь тоже есть бананы, но они совсем маленькие. Поэтому нижние слои обрывают и выбрасывают. Бананы, когда рождаются, имеют определенный размер. Они не увеличиваются по мере созревания. Вот этот малыш тоже банан, но никогда не вырастет. Канарские бананы по закону не могут продаваться меньше 14 см. Поэтому на соцветия оставляются только бананы достаточного размера. На каждом банане на кончике есть цветок. Сначала он свежий, красивый. Если приподнять лист соцветия, то можно увидеть, как пчелы собирают с этих цветков нектар, чтобы сделать мед. Банановый мед очень вкусный и полезный. Эти цветки на бананах постепенно высыхают, и их нужно обязательно оборвать. Если этого не сделают, благо через них проникнет в банан, и он сгниет. Это абсолютно ручной труд, требует большого усердия и времени. Представьте себе, с каждого такого банана нужно убрать цветок. Бананы никогда не собираются спелыми. Никогда. Они срезаются полностью все соцветия, примерно за 2 недели перед тем, как они становятся желтыми. В продажу канарские бананы поступают примерно через 3-4 дня после сбора. Что же дальше происходит с самим растением? В возрасте примерно 13-14 месяцев оно умирает. Все травянистые не живут долго. Если срезать стебель, то хорошо видно все слои листьев, состоящие на 90% из воды. И само соцветие прямо в середине. Это сердце растения. Хорошо видно, что оно твердое, и листьям негде больше расти, поэтому оно умирает. Высохшие растения могут срезать, а могут оставить, пока оно само не высохнет полностью. Все это перегной для почвы. Наверху можно увидеть, что растения связаны между собой проводами. Это защита от сильных ветров. На Тенерифе с ноября по февраль дуют очень сильные ветра. И если этого не сделать, то страховая компания в случае повреждения не покроет ущерб. Бананы могут выращиваться как обычным, конвенциональным способом, как используя пестициды, так и экологическим, как, например, на этой ферме. Бананы отсюда поступают в Лидл и Меркадонус и продаются как органические бананы. Чтобы бананы могли называться органическими, их производство не должно использовать ни пестицидов, никаких химических удобрений, а создается так называемая внутренняя экосистема на плантации. Между рядами высаживается овес и ячмень. Овес поддерживает влажность почвы, ячмень обеспечивает ее азотом. Также высаживаются ароматные цветы, привлекающие насекомые, которые поедают вредителей. Сами банановые деревья не пахнут. Пахнут травой и цветы, растущие между рядами. Пахнут, конечно, спелые бананы. Чем более разнообразны растения, растущие здесь, тем лучше для бананов, потому что тем сложнее грибковым заболеваниям проникнуть в корни растения. Вот такой банановый рай на острове Тенерифе. Ну а в следующем видео о том, чем отличаются платаны от бананов. Поэтому не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить. Конечно, будут ли они отличаться по вкусу от тех бананов, которые мы покупаем в Супермаркаде. Удачи! Моey! Мои! 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 Мои!